Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Половина ковид-пациентов пожилые, но пенсионеры все равно не готовы сидеть дома по указу губернатора. Дымит годами мусорный полигон в Павловске головная боль для бизнеса, чиновников и жителей. Одним практика, другим досуг. В крае появился сельский тренер. За последние сутки в крае зафиксировано 166 новых пациентов с коронавирусом и 4 смерти. Кажется, спад, но вполне объяснимы отборочным тестированием. А тем временем в России появился первый медик, который за пару месяцев второй раз заразился ковидом. Это врач Владимирской области. Ранее случаев повторного заражения зарегистрировано не было. В связи с этим стоит обратить особое внимание на своих родителей, бабушек и дедушек. Режим самоизоляции для людей 65 плюс губернатор продлил еще на месяц. Выходить из дома без острой необходимости нельзя. Смиряться ли с этим сами пенсионеры, узнавала Валентина Аскерова. Коронавируса боитесь? Коронавируса боюсь. А у меня вот. Боятся, рискуют здоровьем, но работают. На мини-прилавке цветочки, яблочки, малосольные огурчики. На стихийный рынок с большим скоплением людей. 70-летних пенсионеров гонит нужда. Пенсии-то какие? 9 тысяч пенсии, но и проживешь здесь коммунально? А лекарство какое? И на что жить? Просто говорить не хочется ничего. Согласно ковидным поправкам, губернаторский указ, дачники старше 65-ти с 26 июля должны доедать свои огурцы и помидоры дома. Домашний режим для них продлен почти до сентября. Но если раньше, до дачного сезона, его хоть как-то соблюдали, то теперь это нереально. А вот это вот куда девать? Поэтому приходится, иначе пропадет все. Были бы приемные пункты. Мы бы пришли и сдали туда, как раньше это было. И все, и мы бы не сидели здесь. То есть оно у нас не получается. Нам копеечка, это пенсия, да сами знаете. На поход к врачу и магазин «Добро». На прогулки и проезд в общественном транспорте запрет. На Спартаке десятки пенсионеров. Кто в маске, кто без, близко к друг другу. Ждут автобус, чтобы сбежать подальше от города. В саду, во-первых, свежий воздух. Получается полная изоляция. Вот солнце. То есть человек оздоравливается. А автобус? Можно же в автобусе проехать. И очень много людей. Ну, конечно, это затрудняет. Но вот нынче добавили третий автобус. И поэтому сейчас как-то более-менее свободно. А то ведь прямо вот автобусы были битком. Продлен для людей старше 60 лет. Я все понимаю. По-моему, поздно администрации хватило. Надо было раньше это сделать. Я лично страх испытываю. В руки заболею и все. А если я заболею, я уже все. Я не выкарабкаюсь. Тем не менее, вы едете в автобусе, где очень много людей. Ну, у нас машины не было никогда. У нас нет транспорта. Ну как? Что делать? А сейчас огурчики вырастут. Куда? Домой надо их. Солю я дома. Это не работающие пенсионеры, которые зарабатывают с грядки. А вот работающим уйти на изоляцию проще. Работодатель должен отправить их на больничный с оплатой с фонда соцстрахования. Размер выплат определяется исходя из среднего заработка работающего гражданина. То есть, как и обычный листочек. Оплачивается он за счет фонда социального страхования за все дни и в течение 7 дней после направления сведений работодателя. То, как я хотел, чтобы ты происходил на больничный. А почему вы не смогли пойти? Думаю, я просто не хотела. Но я просто человек старой закалки, как говорится. И иммунитет у меня хороший. Я не боюсь. Работать некому у нас. Поэтому бросать не могу. В учреждениях культуры тоже не собираются отказываться от своих кадров. Так, в одном из музеев города пояснили, что отправить пожилых сотрудников на больничный не могут в самый сезон. А зря, уверен главный врач Олейской ЦРБ, на базе которой создан один из ковидных госпиталей края. Почему дома пожилым у них у всех сопутствующие заболевания? Очень много людей, которые в тяжелом состоянии, у них сопутствующая патология, гипертоническая болезнь, курение, ожирение, диабет. Я вот назвал вам всего четыре причины. Так много у нас людей после 65 лет без гипертонии, без диабета. Кстати, сам врач с начала пандемии отправил своих пожилых родителей на самоизоляцию в деревню. Они не выходят из дома без крайней необходимости уже три месяца. А вот наши с вами родители, которые ходят по улице, продают огурцы, садятся в автобус, едут на дачу. Получается беззащитны. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. В Москве заинтересовались засухой на Алтае. Федеральный Минсельхоз на недавнем совещании говорил о ситуации в сельском хозяйстве нашего региона. На отдельных территориях осадков выпало в 3-4 раза меньше положенного. А сегодня, как было озвучено ранее, Краевой Минсельхоз закончил принимать документы от фермеров на выдачу компенсаций. Так с какими потерями сельхозпроизводители планируют закончить этот год, выясняла Мария Микшута. Помощь соседей, либо запасы прошедших лет. По мнению главы Алтайпищепрома Александра Большакова, только так сельхозпроизводители дотянут и переживут лето следующее. По его прогнозам, потери края в урожае будут существенны. Это колеблется от миллиона до двух миллионов тонн. Не будет недобора урожая. Но вместе с тем, надо понимать, что с учетом переходящих остатков, которые в Алтайском крае есть на сегодняшний день, это в пределах миллиона тонн, плюс то, что будет убрано, это в пределах, там трех с половиной миллионов тонн. Для наших предприятий, зерноперерабатывающих и перерабатывающих масличной культуры, в принципе, этого урожая должно хватить. Фермеры надеются и на другую поддержку, более весомую, рублем. Режим ЧЕС, введенный в регионе, ее гарантирует. Во всяком случае, должен. Одна из мер поддержки коснется страхования. Александр Балыков из Волчихинского района – один из тех, кто свои поля застраховал, но не уверен, что ему это поможет. Режим Чехозяйство 54 только застраховало, значит, это несовершенный способ, и он неудобен для крестьян, потому что там столько, когда доходит до выплат, столько препонов ставится. Будем что-то с техникой решать, не будет хватать, будем технику где-то распродавать, где-то что-то, потому что уже, конечно, такой жесточайшей засухи мне 53 года, я не помню. Есть фермера, у которых меньше тысячи гектаров даже, и им в такой ситуации выжить крайне сложно. То есть сейчас идет серьезная паника у сельхозпроизводителей. Вот сегодня разговаривала с двумя богатыми хозяйствами в Поспелихе, которые по 33 года работают. Даже у них ситуация из-за засухи крайне напряженная. Прошедшие пару недель сельхозпроизводители фотографировали свои поля, чтобы претендовать на компенсацию. Ранее Краевой Минсельхоз назвал сегодняшний день последним для приема документов. До 23 числа это было первоначально озвученной ситуацией, чтобы быстрее все делали. Есть время работы над ошибками и формирование конкретного пакета документа. Мы специально сделали 23-24 числа правными точками, чтобы еще поработать. Поэтому что есть документы, которые необходимо доуточнить. Сколько продлится отсрочка и сколько оценивать ущерб фермеров будут в Москве, в Минсельхозе Края не обозначили. Пока наиболее пострадавшими называют Кулундинские и Табунские районы. По примерным подсчетам, потери алтайского агропромышленного комплекса составят около 10 миллиардов рублей. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком. Полигон горит, люди задыхаются. В Павловске свалка дымит уже несколько лет подряд. Новый арендатор полигона тоже осознал масштаб проблемы. Как местные власти пытаются выйти из положения, в котором плохо всем, узнаете в следующем сюжете. Это лопнул шифер. На мусорном полигоне в Павловске все горит, дымит, взрывается. И так почти без перерывов на протяжении нескольких лет. На настоящий полигон твердых бытовых отходов это мало похоже. Нет никаких специальных ограждений, он вообще не огорожен. Нет специального персонала, нет будки, нет весов, которые взвешивают сколько мусора завозят. Собственно, кто хочет заедет, сколько хочет выбросит. И выбрасывают. Новый арендатор полигона денег за это не получает, но тратит. На борьбу с огнем и дымом силами тяжелой техники. А вот Вадим, который называет себя присматривающим за полигоном, говорит, что видит, кто поджигает. Бывают, сами шофера поджигают. Прям приезжают, разгрузились и тут же поджигают. Я сколько раз ругался даже с шоферами, говорю, зачем вы это делать. Они говорят, а что они будут кучей лежать копиться, пусть лучше горят. У арендатора полигона тушение завалов сегодня сорвалось. Не получилось пригнать технику. Нет пока и лицензии. Мусор на эту свалку возить нельзя. Жители Павловска жертвами себя считают. Они страдают от запахов. Конечно, я прям рядом живу там. И у постоянных запахов. И мы вызываем, и МЧС просим, чтобы потушили, чтобы не было дыма. Ничего не помогает. Ничто на нас не обращает внимания. Своё внимание на проблему давно обратила администрация района. По словам главы, с предыдущими арендаторами вопрос решался через суд и штрафы согласно договору. Чтобы избежать судов, новый арендатор должен избавиться от огня и дыма. Комплексная проблема, решение которой мы видим в чём. Арендатор выполняет все условия согласно договору аренды. Огораживает, охраняет туда въезд, предотвращая возгорание. В данный момент тушит. Лицензию на ввоз мусора арендатор получит примерно в конце июля-начале августа. Тогда в теории любая машина уже не сможет проехать на полигон, а значит и поджечь. Но если проблема не решится и в этом случае, свалку могут рекультивировать. Но это маловероятно. По мнению чиновников, уж очень удобно именно сюда возить мусор. Так что бизнесмены, вероятно, наведут порядок. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. В Барнауле участились случаи вандализма. Наша съёмочная группа прогулялась по детским площадкам и узнала, как играют дети в недетские игры. Подробнее расскажет Мария Микшута. Это кадры из интернета. Они появились в одном из барнаульских пабликов. Измазанная детская площадка в посёлке Власиха. Ещё вчера чем-то похожим на гудрон здесь были измазаны детские тренажёры, лавочка и горка. Сегодня, на момент нашего приезда, здесь практически уже всё оттёрли. Чем оттираете? Валит спиртом. Хорошо оттирается или плохо? Плохо. А долго оттираете? В течение дня уже. Детская площадка на балансе местной школы искусств, а мужчина – её сотрудник. Местные говорят, такие происшествия не редкость. Совсем недавно здесь оторвали качели. Происшествие попало в объектив видеокамеры, напакостили вновь сами дети. А это детская площадка по адресу улицы Сергея Семёнова, 17. Александра каждый день гуляет тут с детьми. За 8 лет, что живёт здесь, таких детских шалостей ещё не видела. Ребятишки устроили вот в этом шарике туалет. То есть было такое, что более младшие ребятишки выезжали оттуда все испачканные. Да, было такое, как бы, достаточно сильно испачканные выезжали. Женщина заверяет, что обычно видит детей хулиганов без присмотра родителей. Мальчики, а вы зачем дерево портите? Что? Оно же портится, ветки отрываются. А это уже спортивная школа во дворе 133-й школы. Детский вандализм тут наблюдают каждый вечер. Например, на этот раз любителям разрушить всё вокруг приглянулась баскетбольная площадка. Те дети, которые приходят сюда действительно провести время с пользой, они напакостись. Ну, например, поиграть в баскетбол. Каждый раз вынуждены кидать мяч в воображаемое кольцо. Брали в баскетбол, и тут человек стал заходить на танк, заданчил, повис и случайно сломал кольцо напополам. А потом кто-то случайно как-то его вот самооснование кольца оторвал. Современная молодежь должна заниматься спортом, а не как-то искусством ломания всего. И бросать в кольцо, а не ломать. Ломают, заборы ломают, двери вот вынесли, мы сами всё делаем. Каждое утро здесь у нас организация спортивная, мы по утрам на этих площадках занимаемся. Утром приходим, девять утра, но здесь просто гора мусора, оставленная после вечерних игр детей. Сотрудник школы отметил, детей собирали неоднократно, разъясняли, что нужно относиться к школьному имуществу бережно. Но пока такие беседы безуспешны. Эта территория считается в зоне ответственности этой школы, которая должна наводить порядок, за чистотой следить, и в том числе за технически исправными всеми архитектурными формами малыми. Поэтому данные ситуации, мы говорим, это обязанности, конечно же, школы. Ответственность уголовная может наступить по вандализму по 214 с 14 лет. В части возмещения вреда, в части расходов на восстановление имущества, то есть путем покраски или вот в данном случае, где во власихе гудроном облили, это нужно все очистить и привести в первоначальный вид. Соответственно, эти денежные средства могут быть взысканы с родителей. Если нарушителей, конечно, поймают. Судя по статистике, в последнее время вандализм молодеет. И чаще всего сейчас им увлекаются дети от 14 и младше. И вопрос здесь скорее к родителям. Воспитание и личный пример никто не отменял. Мария Микшута, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. И турист уже не тот. Туроператоры края отмечают, что в этом сезоне отдыхающий эволюционировал и не в лучшую сторону. После себя люди оставляют уже даже не надписи, а пластиковые бутылки, пакеты и тренд года медицинские маски. Эксперты полагают, что напрямую это связано с большой популярностью Алтая у россиян. Неорганизованный поток возрос в разы, его больше. Вообще есть даже наблюдение, что туристы в этом году другие, все пересидели дома и как-то перегрели голову. Я не знаю по какой причине, но на самом деле есть прям варварское какое-то отношение к природе. По словам экспертов, улучшить ситуацию в этом году можно только взыванием к совести. Но на следующий сезон запланируют обновление инфраструктуры. Нужно это и не только для борьбы с мусором. Этим летом Алтай разрывается от количества отдыхающих. Их стало больше в разы, все из-за закрытых границ. Полные гостиницы в Белокурехе, Бирюзовой Катуне, Степных Озерах. Найти свободное место еще надо постараться. По заверению сотрудников в туротрасли, лучшие места уже давно забронированы до конца августа. Больше полутора тысяч алтайских жителей получили в июле статус самозанятых. Таков итог первого месяца введения специального налога. Трудным ли было решение выйти из тени и какую помощь они теперь получают, расскажем далее. Психолог с 20-летним стажем Лилия Лавленовская к своему делу подходит необычно. Работа с материями души начинает со звезд. За ответами часто обращается в астрологию. Женщина уверена, так эффективнее. И к рекламе не обращается. Клиенты приходят по рекомендациям. Я до этого была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. У меня была упрощенная система налогообложения 6%. Плюс кассовый аппарат, там у меня был интернет-экваринг почти 3%. Но в результате 9% у меня уходило на налоги. А сейчас самозанятый 4% у меня будет. И кассовый аппарат мне не нужен, потому что чек выбивается в приложении. Меньше налог – не единственное преимущество статуса самозанятого. Всем, кто работает один, положена поддержка. Пока в центре «Мой бизнес» помогает только информационно. Но скоро все изменится. В перспективе спектр наших возможностей расширится и серьезно. В ближайшее время изменения в нормативные акты будут внесены. Я думаю, в сентябре мы уже сможем оказывать весь арсенал наших услуг для самозанятых. А это и финансовые услуги, это и содействие в выходе на электронные площадки, это разработка сайтов. Ну и весь наш спектр услуг. С 1 июля самозанятыми зарегистрировалось полторы тысячи человек. В основном это те, кто работал один, но вынужденно оформил свое дело как ИП. Но есть среди них и начинающие бизнесмены, для которых статус самозанятых – лишь начало пути. Дарина Миллер, Александр Антропов, День с толком. Одним практика, другим физкультура. На Алтае появился сельский тренер – специальная программа для будущих педагогов. Уже несколько недель именно они организуют детский досуг в 17 районах края. С одним из тренеров познакомился Никита Ермаков. Сейчас пробегаем два круга, бежим по волейбольной площадке, не убегаем никуда ни на баскетбольную, ни на какие другие. Перед вами тренер, хоть и молодой. Карина – четверокурсница педуниверситета. Будущий учитель физкультуры здесь по работе. В этом году она – одна из немногих участников программы «Сельский тренер». В полевых условиях, говорит, осознала всю ответственность. Хотела просто чему-то научить детей, что я уже умею сама. Я думаю, что это огромный труд, особенно для студентов, которые пришли недавно. Так как еще опыта недостаточно, а каждому ребенку нужно подходить индивидуально. Здесь Карина преподает волейбол. В районе сильная школа по этому виду спорта. Но взяться девушка могла бы и за баскетбол, и за футбол, и за общую физкультуру. Ограничений нет. Занятие по вечерам как секция. Для детей молодой тренер в новинку. И интересно, и по-новому. Мне нравится. Она очень хорошо все объясняет, и все понятно. Как бы весело даже, и охота ходить на тренировки. Программа «Сельский тренер» родилась за несколько месяцев пандемии. Так педвуз решил сразу две проблемы. Дети, с которыми будущие педагоги оттачивали свои навыки в лагерях этим летом, остались дома. Студенты – без практики. А сельский тренер собрал всех на спортплощадке. И, кроме того, замотивировал студентов специальной стипендии. Она вручается, кстати, стипендия инициирована нашим университетом. Стипендия вручается или назначается тем детям, которые… Детям, студентам я имею в виду. Которые уезжают на длительную педагогическую практику в сельские школы. Длительная – это не менее двух месяцев. И обязательно в тех школах, которые входят в реестр малокомплектных сельских школ. И в каждой из них оставили бы молодого специалиста. Новичков программы 17. Здесь мы в районах своих специалистов молодых, конечно, так скажем, в зубах таскаем. Все меры социальной поддержки, которые мы предоставляем, жилье. Да, у нас в быстром истоке муниципальная квартира есть для молодых специалистов, именно педагогов. А кроме того, если на территории района, мы возмещаем полностью аренду за жилье, за съем жилья. Ой, да это наша мечта. Это моя воспитанница. Я уже, скажем так, мягко пожилой. Смена бы нужна. Кстати, Карина уже задумывается о том, чтобы вернуться в родной поселок после вуза. Возможно, к концу программы таких энтузиастов станет больше. Сельский тренер работает до конца августа. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.